Сегодня у нас в гостях Арлан Сараглар, заместитель управляющего региональным отделением фонда социального страхования. С ним мы поговорим об электронных больничных. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что с этого года начинается поэтапный переход на электронные листки нетрудоспособности. Пожалуйста, расскажите нам об этом поподробнее. Да, вначале бы, уважаемые телезрители, хотелось бы вам рассказать о фонде социального страхования как таковом. Это финансово-кредитное учреждение переправительства Российской Федерации в Республике Тыва. Отделение фонда у нас создано с 1994 года, то есть мы 23 года уже действуем на территории Республики. Основная функция – это обеспечение застрахованных граждан пособиями по временной нетрудоспособности в связи с материнством. И второе направление крупное, которое мы ведем, это обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Опять же, застрахованных граждан, которые работают в организациях. Первоначально, когда начиналось все это действие, больничный лист выдается на бумажном носителе. Это бумажный носитель приносится в организацию, передается в бухгалтерию, и работник ждет оплаты. Эта оплата может длиться какое-то время, пока рассчитают, пока это заполнят, начислят. Законодатель с 1 июля ввел в действие 86-й федеральный закон, которым внесены изменения в 255-й федеральный закон и в 323-й об основах здоровья граждан. То есть теперь с 1 июля на всей территории Российской Федерации действует электронный больничный лист, который приравнен к бумажному. То есть любой гражданин, работающий в организации, может обратиться в медицинское учреждение и попросить, изъявить желание о том, что я хочу получить электронный больничный лист для того, чтобы я мог. Вот тут начинается его преимущество. Тут он уже не может его потерять. Этот электронный больничный лист хранится в информационной системе Фонда социального страхования. Изначально выписывается медицинской организации, подписывается врачом, медорганизацией, и по защищенным каналам направляется информационная система Фонда социального страхования. Я уточню. Нужно заранее предупредить больничное учреждение о том, что нужен именно электронный вариант больничного листа? Или это не важно? Можно в любой момент это сделать? Да, это очень важно. Потому что с 1 июля электронный больничный лист можно выдать по желанию пациента. То есть он должен написать свое заявление о том, что я хочу получить электронный больничный лист. В этом случае доктор должен заполнить все это в своей информационной системе, подписать своим электронной цифровой подписью и направить в информационную систему. И в случае, если такого желания не будет изъявлено, значит обычный листок нетрудоспособности ждет нас? Да. В дальнейшем, конечно, не все граждане могут изъявить это желание, поэтому бумажный больничный лист продолжает свое действие и в дальнейшем. Ну, действительно, не все еще об этом знают. Но какие преимущества несет в себе именно электронный больничный лист, кроме того, что его нельзя потерять? Он всегда будет находиться где-то в электронном пространстве. Ну, преимущества и для гражданина есть, и для работодателя есть. Для гражданина, во-первых, получив этот больничный бумажный, он принес домой, завтра ему надо сдать на работу, в этот вечером, возможно, ребенок может его испортить, нарисовать. То есть нет возможности испортить этот электронный больничный лист. Дальше он может потерять, постирать, то есть утерять или испортить. Еще очень большое преимущество для работника, это он может в онлайн-режиме, в личный кабинет на госслух зайти, увидеть состояние своего электронного больничного. То есть произойдет ли расчет, натислено ли, отправлено ли. То есть вот очень большое преимущество в этом. А экономия времени имеет место быть? Ну, больной человек наш, придя в больницу, поликлинику, он и так страдает. А тут получается, он должен обратиться к врачу, получить этот лист, подписать его, бумажный вариант. Прийти за ним, отдать его. Тут, конечно, есть время экономии. Тут он пришел в одном кабинете, раз, ему доктор выписал электронный больничный лист, он уже не беспокоится ни о чем. Единственное, ему остается сохранить номер этого больничного листа и предъявить его своему работодателю. Спасибо большое. Вопрос такой. Все ли организации должны принимать к оплате электронные больничные? Да, вот так как это исполнение федерального закона, с 1 июля все организации обязаны. Но так как это переходный этап, все новое всегда сложно. В республике Тыва у нас проведена значительная работа, чтобы включить в этот процесс участников. Это значит, у нас три стороны получается. Сам фонд социального страхования как держатель этой информационной системы и как страховщик. То есть мы являемся страховщиком. Медицинская организация является второй стороной, которая выдает этот электронный больничный лист. Для этого тоже Министерством здравоохранения была проведена хорошая работа, обучение всех медорганизаций. Самое главное, у этой стороны медицинское наличие электронно-цифровых подписей. Это обязательное условие. А сейчас учреждение готово к этому? Да, вот поэтому для чего этот поэтапный переход? С 1 июля у нас перешли 10 медорганизаций, медицинских организаций. Это крупные такие организации, как Резболица номер один. Это начальная инфекционная больница, в которой самые первые были две организации готовы. Теперь включились перинатальный центр. Дальше у нас все 10 организаций, которые в плане графики, они уже подключены к этой системе. С 2018 года у нас все остальные медучреждения должны также перейти на выдачу электронных больничных листов. С 1 января или мы берем 1 июля? 1 января, 1 июля. Если труднодоступные ЦКБ Мингун-Тайга, тот же они с 1 июля 2018 года запланированы. Но это не значит, если медорганизация готова, имеет возможность, она может с первого, хоть завтрашнего дня, начинать выдачу. Много ли сейчас в столице тех работодателей, которые уже имеют возможность принимать вот такие электронные больничные? Да, чтобы этот переход у нас был гладким, мы, обсудив, значит, и с работодателями, и с медорганизациями, решили на первых порах с 1 июля также определили 10 работодателей, которые имеют возможность провести электронные больничные у своего работника. 10 это немного пока. Да, это только с 1 июля, да. Дальше этапный переход, все остальные страхователи у нас должны будут перейти. Ну, к этим 10, конечно, мы посчитали, что сам фонд социального страхования, это в первую очередь мы обрабатываем электронные больничные листы своих работников. Та же РИС-больница, тот же перинатальный центр, инфекционная больница, тоже имеют своих работников, которые имеют свойство заболеть. Поэтому они тоже являются как и со стороны медорганизации, и со стороны работодателя. То есть вот эти организации у нас уже на 8 августа у нас выдано 65 электронных больничных листов, это хороший показатель. Если в рейтинге всех регионов, которые российских регионов, мы находимся на 14-15 месте. Это сверху, да? Да, конечно, сверху. Там лидерами, конечно, является Белгород, они еще начинали несколько лет назад, пилотный проект у них был осуществлен. Подготовились. Подготовились, да, у них был шанс там несколько, 3-4 года, да. Тува, есть и 14 место, и мы... Это хороший показатель. Очень хороший показатель, да. Из этих 65 электронных больничных листов работодателями обработано 13 листов. Тоже неплохой показатель. То есть прошел всего месяц, и у нас есть продвижки в этом плане. Здорово. Спасибо вам большое. Я напомню, что разъяснение по электронным листам нетрудоспособности нам сегодня дал заместитель управляющего региональным отделением фонда социального страхования Орлан Сарглар. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»